Вадим Валентинович, ну по традиции, как обычно, первые итоги матча. Привык я к победам, вы говорите, как обычно. Но мы видим то, что уже не первая команда. Так я рад был, да, веровать, пытаются играть с нами. Да, и у нас возникает проблема. Эта команда тоже обучена, хорошие игроки, молодые. Кто-то из них играть будет, наверное, в какое-то время, в Казахстане, в первенстве России, в высшей лиге. Поэтому знают требования тренерского штаба, я так понял, потому что подсказки от тренера были. Но, опять же, мы сыграли довольно-таки уверенно, качественно. И, опять же, готовясь к игре, были высказаны ребятам те замечания, которые команда в переходных фазах переходит. И вот в первом тайме у нас было в основном после потери. Четыре потери мы совершили. И в быстрых атаках, атаках, вот как раз с чем они и хороши, это команда Кайрата. Легкие игроки, быстрые, и они пользовались. Ну, мы хорошо в обороне, я имею в виду, оборонялись в этой быстрой атаке. То есть не дали таких стопроцентных моментов. Удары были, да, подходы были. Но мы, наверное, не реализовали свои как раз первые моменты. Там и у Батютина был хороший. И еще там были эпизоды. Опять же, мы их ловили в быстрых атаках. Они прессинговали нас, большой группой. Когда нам удавалось перебить эту группу, у нас было преимущество. Коллеги, вопросы? Ну, если можно. Как надо, надо, надо. Еще не слышал. Да. Споведа у вас. У нас тоже, скажите, пожалуйста, были все-таки проблемы с Кайратом в начале игры, поскольку действительно нам показалось, что это стрибус, что игроки, как сказали, легкие, быстрые, подвижные ребята. И у них перспектива такая, чтобы все-таки попасть в Кайрат, в настоящий Кайрат, в Малтинске. И тренер сказал, что все-таки своих ребят настраивали на игру. С шиником хотели выиграть, но не получилось. И все-таки проблемы какие-то вот перед этим были у вас. Вот такой тренер. Ребята в нашем ставили задачи. Но что обратить внимание у всех этой команды? Ну, я же сказал, что в переходных фазах мы сами обрезались, и у нас опорной зоны не было. У нас то Азявин, то Гангапшев терял мяч на флангах, то Зинков, который должен сдерживать, терял. То есть мы же расставляемся, да, хотим играть через фланги, но и потом мы не успевали туда. Те же крайние защиты. Вот. А на что еще обращал? Ну, то, что команда прессингует, то есть что играют они ромбом. Четыре ромба и два нападающих. То есть это тоже нужно время. И, в принципе, они качественно играют в такую игру. Сейчас в такую схему играет и не сей. Простите, пожалуйста, отсутствие в составе заявки вне Санойлова и не выход сегодня из Азавинова. Народ ждал его появления. А что-то его приберегли, да? Приберегли, да. Следующая игра у нас в Твере приберегли. А Санойлова? Ну, игра так складывала, что, во-первых, у нас есть выбор из нападающих. Это раз. А во-вторых, у нас нет деления основной или не основной игрок. У нас каждый из атакующих игроков и даже каждый, кто выходит, главная задача – это результат. Если у Кайрата – это воспитание игроков для перспективы и у многих команд молодых, то у нас сейчас задача. Нам надо решать задачу. Они могут ошибиться, могут не выиграть, ничего страшного. Развивает игроков. А мы не можем ошибаться. От этого все и зависит. Я тоже могу сейчас поставить многих игроков, и местных игроков, и других игроков. Но, опять же, всему свое время. Когда мы решим задачу, будут, значит, подпускаться игроки. И я вам больше скажу, что молодому игроку в этой лиге сложнее играть, чем в ФНЛ. В той лиге. Акцию, стесану, Фанайл. Покунюшек про пропуск карточек. По карточке он получил четвертую карточку. Поэтому он пропускал игру. Но мы и без Самойлова ту осень играли, набирали. Это хорошее приобретение. Мы сейчас видим, что действительно приобретение, в итоге, на это хорошее. Ну, видите, значит, наш тренерский штаб, значит, разбирается в футболе. Правильно говорим. Приглашает. Правильно говорим. Игорь, пожалуйста. С победой и небольшой вопрос по заменам тоже. Вот после первой замены, как Шилов поднялся вверх, показалось, что вы перешли на схему 4-5-1. А вот как раз насыщий центр поля, уже чтобы более спокойно доигрывать, уже положить в начале. Ну, у нас мы и так играли 4-5-1. 4-2-3-1. Тут без разницы, это как соперник заставить. Мы же тут играли с красавой, нас заставили в 5 играть перестроиться. Сейчас мы просто Шилов играл уже на этой позиции. Он и с Долгопрудным играл, забил на этой позиции. То есть ему она знакома. Ну, мы видели то, что набегал с Азианом по первому тайму. Он скоростную работу дал, там по 200 метров у нас есть. Клубы есть, GPS. И поэтому мы смотрим, как думали. Мы предполагали то, что Азиан даже больше, Азиан больше своей вот этой беговой работы за первый тайм сделал. Вроде она не видна, но он свое сделал. И поэтому мы Батютина посадили под нападающим. Как раз он может и придержать мяч, и отдать. И голова у него светлая. То есть он, вы видите, в каждой игре имеет момент. То есть он вроде не быстрый, но он знает, когда включиться в нужное время. Вот по Батютину как раз второй вопрос хотел задать. Это то, что у него в прошлой игре были два хороших момента штанга. И там защитник уже, когда он бил, обладающий метод. И у него тоже были несколько моментов. Наверное, это его закрепощало. И он видно было, как он радовался, когда забил. То есть эмоциональное состояние. Ну, так бывает. Хорошо, что у него есть моменты. И хорошо, что мы знаем его лучшие стороны. Спасибо большое. Спасибо вам. С победой.